всем привет я сегодня на своей любимой оке буду рыбачить на спиннинг но если прошлый раз я ловил на воблеры то в этот раз у меня рыбалка на отводной поводок уровень воды еще выше летнего но падает очень быстро вот буквально за сутки вода упала примерно на пол метра продолжает падать но там где я буду ловить там берег топки такой просто так не зайдешь поэтому буду использовать забродный костюм сейчас соберу снасть и начну рыбачить как обычно я не ищу легких путей полезу самую чащобу ничего здесь недалеко сейчас быстренько пройду и надеюсь буду ловить рыбку спиннинг у меня длинный где-то 270 как раз для береговой ловли чтобы подальше закинуть и кидать это прилично так называемая сибасовская серия такая есть рыба сибас для ловли необходим дальний заброс как раз так и такой спиннинг катушечку поставим катушка у меня старый добрый страдик 3000 ему уже она больше 15 лет умели же делать раньше вещь безотказная катушка только когда я ее уже в воду уронил там воды она набрала пришлось смазывать а так работала вообще безотказно сейчас похоже катушки похуже похуже качеством делать потому что отзывы что меньше служит не знаю я пока еще работать плетеный шнур у меня с алиэкспресс 012 диаметром нормальный шнур главное что мне нравится размотка 300 метров можно намотать полностью на шпулю вот я уже сколько им ловлю уже два года нормально не скажу что там супер что-то но для той цены которая которая там продают правда не знаю сколько сейчас он стоит тогда что-то совсем дешево стоит покопаюсь эти ссылку найду то в описании оставлю так сейчас отводной смонтирую оснастку с отводным поводком все вяжут по-разному кому что нравится лично мне нравится больше вариант с двумя отдельными поводками отдельный поводок нагрузила и отдельный поводок на приманку и тот и другой с помощью петли я вешаю на карабинчик который привязываю к плетеной леске вот такой вариант сейчас насадил такую яркую приманку от мил макс у меня они остались прошлого года и потому что она лучше просто для начала в прошлом году я начинал с них вроде ловилась на нее сейчас попробую так ну что сделаем первый заброс посмотрим каком сегодня рыбка настроение будет кувшинки здесь конечно растут будут мешать здорово будет цепляться оснастка за них ну буду стараться прогал и проводить они так островками вот между между островками буду пробовать проводить свою оснастку есть вот пошел прощупать дно и тут же попался первый окунечек правда мелкий но значит все таки окунь реагирует это уже здорово с напутствием привести покрупнее как всегда отпустим мелочь так но взял самого берега подальше нет там надо нащупать этот неровности где бугры там на дне как их нащупал так скорее всего там и окунь будет стоять вы Scratch сейчас поменяем приманку вместо яркой поставлю наоборот тёмную такой Ларва от Фанатика бывает что на ларочку очень даже здорово клюет там зацепов особых нет поэтому я цепляю прям заголовку приманку окунь берет тогда нормально потому что свободно висит приманка ничто не мешает игре если конечно дно закоряжен то так такой вариант не пройдет надо обязательно прятать жало ну или хотя бы частично иначе будут одни зацеп ну а здесь более-менее ровно попробуем на ларву вот он есть совсем медленную проводку сделал и повис окунек судя по сопротивлению не крупный хотя посмотрим ну да такой не особо крупный какой-то вялый он я так дергал дергал очередной раз даже не понял дом острова ну как такого конечно будем отпускать потому что с мелковат окунь ну всегда надеюсь надеюсь что есть надежда что попадется и покрупнее раз есть мелкие значит и покрупнее должен быть еще не понял я где он стоит то есть как-то очень одиночные поплевки такие в разных местах с тайного окуня нет пока попробуем еще даггер поставить тоже фанатика он поменьше немножко тут у меня был сейчас найду бывает что на него даже лучше клюет процвету не очень для данной воды практически как вода цветом не выделяется лучше бы если был или потемнее или посветлее попробую сейчас на этот там посмотрим дальше сидишь да ребят сидит поклевки буквально когда на одном месте только уже останавливаешь берет окуняк вот такой прибрежный далеко от травы поэтому размеров что-то конечно оставляет желать лучше такой пускай клюет то лучше чем ничего вот он такой хулиган меньше 100 грамм такого конечно будем пока обратно отпускать ну вот и на даггер взял свет я сказал неподходящий но берет и на него но очень осторожно совсем даже без удара практически не то что без удара вообще виснет а подальше нет поклевок все поклевки только прибрежной зоне обычно наоборот здесь вот бывает подальше там где струя сегодня все не так вот это хоть чуть-чуть постучал а то вообще без всяких движений по моему еще мельче чем предыдущий летит как на крыльях почти без сопротивления я вот у берега начал сопротивляться такой же стандартный идет такой чуть меньше 100 грамм смотрим может покрупнее подойдет обратно оторгнул малька смотри чем-то малька жрет как раз размеров подходящий под мой даггер нормально я угадал продолжим нифига себе на выбросе кто-то взял такой неплохой я кинулся приманка до дна не дошла кто-то повис и спротивляется здорово проблема еще в том что здесь трава прибрежная трава так-то просто вывести бы траву в траву повел все за кувшинки зацепился гата есть только сам выйдет а рыба нормальная блин не удалось смотреть прям уже довел до самых до самой травы и еще раз он зацепился и все были ребята это было щука это было щука она отрезала мой поводок флюрокарбон 25 вот так вот взяла щука на выбросе и не повезло но так и тащил довольно долго такая под килограммчик было обидно сейчас пойду перевязывать вот так бывает ловишь акуней расслабляешься и вдруг вот садится что-то хорошее скорее всего щучка это было главное я провел уже первую первую полосу кувшинок она прошла правда там замоталась но уже подошла вот сюда к травке и здесь откусил скорее всего откусил потому что видно что срез лески хоть это и флюрокарбон но он не спас от щучьих зубов ты был судачок или еще что то скорее всего я бы его вытащил фух мандраж такой после таких событий трясун такой но это и есть эмоции на рыбалке которыми мы и ходим сюда но надеюсь что можете еще чего зацеплю продолжим по крайней мере окунишек ловить вот он есть перед самыми кувшинками взял и в них же и пытается завести не крупный окунек похоже сейчас глянем о ну кстати такой ближе к съедобному 100 граммов вообще я сегодня хотел набрать накоптилку покоптить окуней так что наверно сейчас таких более-менее средненьких будут в садок складывать но в конце рыбалки посмотрю если наберу то возьму на покоптить ну а если нет то отпущу обратно есть да есть тот сидит чуть подальше взял уже не самой травы как обычно в куршинке еще такой один более-менее 100 граммовый будем пока их коллекционировать вот такой в садов класть там с ними ничего не случится если не надумаю их забирать то опущу но вроде более-менее я понял как сегодня ловить надо а именно то есть доводим до места где неровности дна и буквально останавливаем приманку на месте и просто просто вот так и чуть-чуть подергаем вот так вот ее видно там где-то она на месте шевелится отводной поводок играет и только тогда хватает окунь а вот более быструю проводку делаю не реагирует видно он такой сейчас заторможенный почему-то есть все-таки раздразнил я буквально на одном месте играл играл а конек схватил ну похоже мелкий совсем практически не сопротивляется да вот такой малышок такого конечно обратно ну давай друга наш приведи нам покрупнее то благодарность за свою свободу ребят вертолет летит прямо на меня озверел совсем да низко как а кошмар ну какая дура военный наверно во блин еще один летит блин озверели что ли решили все равно не распугать о какой улов трава с корнем выдраны так ну что в общем сейчас вот по перебирал разные приманки пока поклевки прекратились сейчас немножко передохну и пойду погуляю вправо-влево поищу рыбку может она где-то в другом месте стоит а то что-то как-то затихло сейчас похожу по брожу можете нащупаю рыбку где она прячется еще глубоко захожу почти по пояс до воды еще прилично единственное что радует что она падает довольно быстро поскольку дождей не обещают ближайшее время то я думаю скоро будет уровень нормальный ворона чуть не нравится еще сюда пришел ругается меня каркар зачем сюда пришел недовольно есть под берегом взял книжка опять трава какую-то да что ж такое-то а сверху не видно что трава вроде чистое место а он завел скорее всего сойдет вот он выдрал кувшинку хитрый окунь уплыл последний как не везет не удается вытащить вот все вот из-за этой травы гребаной она там под водой и не видно и когда вываживаешь рыбу она туда заводит и прости-прощай рыба вот так вот пойду прогуляю в другую сторону в одну сторону я сходил там что-то были поклевки но в основном мелкая рыбка и не удалось так и вытащить ни одной траву отвалилась так по дороге пойду сейчас в другую сторону проверю может здесь рыба будет мошка жрет зараза вроде солнце жарит мошка все равно кусает вечером на ночи будет оттас надо запасаться репеллентами мазаться чем-нибудь есть блин остановил играл вообще не был поклевок решил почесать руку остановил и она на стоячую опять траву заведет хорошие по крайней мере не совсем мелко посмотрим кто-то зашел уже по грудь окуняр какой этот нормальный взял на большой паузе значит может делать надо паузы тогда будет брать вот такой окунь не подсказал мне как надо действовать так сейчас я его отнесу в садок попробую здесь еще покидать потому что я отошел от места где я ловил ну вот это уже нормальный такой грамм 200 на в общем как получилось делал я проводку такую неспешную но все таки двигалась приманка остановил вот руку почесать не тут мошкара зараза скусал всю руку остановил приманку пока она не двигалась хапанула окунь приличный практически на неподвижную может быть имеет смысл тогда паузы делать вообще длительные сейчас попробую окунёк подсказал мне как ловить надо хотя конечно может он случайно долбанул но попробовать то можно вы видели как загнула загнул в дугу а рыбка небольшая но относительно конец ну прям загнула так как на донку кунишка так так стой 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 долбанул как килограммовая так ну до 100 грамм не дотянул значит отпускаем если планка 100 грамм так давай папу маму ну там как обычно да стоит рыбка траве вообще здорово я даже согласен таких не небольших окуней ловит но только с такими красивыми поклевками вот смотрите друзья какое сооружение плывет целый палаточный лагерь на плаву палаток вон сколько раз два три четыре пять шесть семь не менее семи люди отдыхают загорают шарики плашки все удобства здорово что там написано то них кудесник номер какой-то непонятно дельфинчик плавают и вот не знаю от них или нет здесь байдарчик а рядом прокладывают наверное курс маршрут здорово нам конечно так вот по речке на плоту как фильме верные друзья молодцы тот клюнул мелковат как обычно даже я сказал бы очень мелковат в этот раз такой окунёк на боксер 2 дюймовый а фанатико сиреневого цвета тоже неплохая приманка довольно часто выручает а фанатико сиреневого цвета фанатико сиреневого цвета стал прям невыносимо жарко солнце печет и рыба практически перестал клевать поэтому буду заканчивать рыбалку собираюсь и домой приманок на отводном поводке сегодня работала вот такая такой слаг от фанатико даггер два с половиной дюйма раньше у меня был цвет любимый по-моему 07 что ли в общем сиреневый такой с блесками не удалось мне купить зато вот продавались вот такие цвет это номер 21 как его определить ну какой-то сиреневый грязный вот такой сегодня он проявился я очень хорошо и окунь на него брал нормально и даже вот щука хапнул вообще я заметил что вот именно на даггер щучка сейчас попадать в прошлом году тоже я на отводной взял щучку на полтора килограмма именно вот на такую приманку ну вот так по приманкам сегодня я конечно от сегодняшней рыбалки ожидал лучшего результата потому что обычно вот в это время здесь окунь клюет очень хорошо и в прошлом, позапрошлом году на отводной я здесь буквально им облавливался ну а в этом году все не так окунь клевал в час по чайной ложке и в основном мелкий ну вот так не каждый же раз по мешку рыбу наваливать вроде щучка хорошая прицепилась ну и та откусила поводок не судьба ну и все на сегодня я рыбалку закончил всем всего доброго и до новых встреч кстати все won't самые высокие они такие они можно tys Продолжение следует...